Мы рыжие, мы гадаем, конечно. Мы гадаем с 7 по 14. Я обычно гадаю на картах. Да, а у нас обычно мы собираемся друзьями, там свечки зажигаем и происходят магические обряды. Все сбывается вообще, все. В юности, в детстве гадали. Сейчас не гадаю уже. Как-то всю жизнь сбылась и уже нет желания. Было дело гадала когда-то. Воду, воск капали и разные фигуры видели. Ну, не знаю, вроде не сбылось. Так что, может быть, потому что я не верю. Ну, я бы погадала, если бы знала, как. Тому, кто хочет узнать, но до сих пор не знает, как. Какая же звезда взойдет над ним в этом году, мы готовы помочь. Причем рассказывать не будем о традиционных способах гадания, вроде свечей, зеркала. Расскажем о редких. Но здесь нужно точно понимать. Вообще-то, гадание – это очень серьезная вещь и где-то даже опасная. Так что здесь нужно следовать строго по инструкции. Например, берете обычную свиную шкуру. Если шкуры под рукой не оказалось, можно обойтись шарфом. Идете ночью с ним на перекресток, усаживаетесь. И как гоголевский вакула чертите вокруг себя окружность. Но чтобы нечистая сила не могла к вам подступиться. Я в кругу чертю по закругу. Я в кругу чертю по закругу. Я в кругу чертю по закругу. И три раза. Лучше это делать по червы. Можно и палочка. Теперь мы падаем и слушаем. Гадающие в этом случае как к разведчике. Один неверный шаг – и ты погиб. Предания на этот счет беспощадны. Свиная шкура может ожить и сильно покусать. Они и так зачертили себя. Не то сказали, не то подумали. Кто-нибудь крест может не снял. И свинья могла ожить. Причем ожить в каком-нибудь жутком образе. Например, у нее там пышет огонь из глаз. Там пар валит откуда-нибудь. И она за ними бежит с огромной пастью, пытается сожрать. А это уже подблюдное гадание. В обычную тарелку складываются кольца и серьги тех, кто пришел за прогнозом на ближайший год. Содержимое блюдо накрывают полотенцем, запивают песни на жизнь. Веселую и не очень. Вот под какие слова из-под полотенца достанут именно вашу вещь, такая судьбина вас и ждет. Будет котичек по лавочке, Илью еще носит котичек кусок пирога, Илью кусок пирога, Да бутылочку вина, Илью да кому же эта песенка достанется, Илью кому достанется, Тому сбудется, Илью, Тому жить быть богато, Ходить хорошо, Илью. Ну как сами думаете, к чему песня? Носит кусок пирога и бутылочку вина. Я думаю, что к благоденствию. Ну вообще к веселому году. Святки, как утверждают, время волшебное, когда сигналы из тонких миров можно получать посредством самых заурядных предметов. У отца потихонечку украсть штаны, или у брата положить под подушку, и должен присниться будущий жених. Там можно было выпить три наперстка соленой воды, и перед сном сказать, суженый, ряженый, приходи водой меня напоить, потому что девушка будет испытывать жажду во сне, и ей должен присниться тот, кто ее напоит, вот так и будет выглядеть жених. Впрочем, гадая-не гадая, ведь жених может так и не присниться. Не расстраивайтесь. Возможно, вы к его приходу просто пока не готовы. Время заняться самосовершенствованием. Например, подтянуть английский, чтобы говорить с ужином на одном языке. Полина Рифова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Субтитры создавал DimaTorzok